Я хотел бы начать свои размышления, эту проповедь, с одной историей, которую я когда-то прочитал. Есть такой пастор, Боб Джордж, он автор книг также, и он как-то описывал такую историю из его жизни о своем сыне. Его звали Тим, ну, наверное, его зовут Тим еще, не звали, не в прошедшем времени. И эта история заключается в том, что когда его сын Тим достиг совершеннолетнего возраста, имея в виду того возраста, когда он должен был уже поступать и уезжать в другой город учиться, в Америке это колледжи в основном, у нас это университеты и прочие высшие заведения учебные. И так бывает, что мы провожаем детей иногда в другой город на учебу. И этот парень Тим, он был достаточно хорошим парнем, он был сыном верующих родителей, и он достаточно неплохо учился на четверке и пятерке, он приятно выглядел, он хорошо был подстрижен, был такой аккуратный, встроенный. И в августе он уехал. Уехал на учебу. И когда он вернулся под Рождество домой, его родители, мягко говоря, были в шоке. Потому что он зашел, и он так описывает, что запах от его протертых кроссовок появился в доме раньше, чем он сам. Он был растрепанный, у него была заросшая, ну он был заросший такой, его прическа была не только растрепанная, но и такая склоченная какая-то. Он имел такой вот запах неприятный от себя, от тела. И он привез в две большие сумки вещей, и когда мама их раскрыла, она заподозрила, что эти вещи не стирались с того момента, когда он их взял с дома. И вот в таком состоянии он приехал. Он был, он поправился на 11 килограмм, он был такой толстоватый. И при этом его успехи в учебе, они были тройки и двойки. Он скатился. И причиной того, что он скатился, он просто не имел никакого контроля, и никто не гнал его спать вовремя. Он сидел в каких-то кафешках с друзьями до самого, целыми ночами, ел по ночам. И, соответственно, у него не хватало ни сил, ни энергии на учебу. Он начал скатываться вниз. Он привык, что его обстирует мама. Он привык, что за его учебой смотрит папа и его контролирует. И вот когда он лишился этого контроля, когда он перестал, когда перестали за ним смотреть, когда перестали его контролировать, он оказался неспособным это делать сам. Он оказался неспособным, внутри его характер оказался неподготовленный, и он не мог это делать. Все, что раньше видели его родители и видели окружающие, это была такая обложка, это был такой фасад, который поддерживался родительским контролем. Но когда он попал вот в эту среду бесконтрольности, он скатился, он перестал это делать, он не умел, он не был приучен к этому. И знаете, эта иллюстрация, я не зря ее так вспомнил, долго о ней говорил, потому что она открывает и показывает нам порой нашу жизнь христианскую, когда мы часто имеем какой-то вид благочестия. Когда мы живем, и наши поступки, и наши дела христианские, христианские, они под чьим-то контролем. Под контролем наших родителей, под контролем пастора, под контролем братьев и сестер. И мы это делаем, потому что мы знаем, что так нужно делать. Так делают все в церкви, и так живут в церкви. Но когда нет этого контроля, когда нам не перед кем отвечать, и никто с нас не спрашивает, мы не можем, мы не в состоянии продолжать жить такой жизнью. Мы не в состоянии так себя вести, как не в состоянии быть такими. И это такой хороший пример человека, который пытается выработать в себе какие-то хорошие качества, выработать в себе какой-то хороший благочестивый вид на основе закона, на основе тех правил, тех предписаний, которых он знает, которых он слышал в церкви. И знаете, об этом написано в Колоссяном, 2 главе 23 стих. Это только имеет вид благочестия. Только вид благочестия. И знаете, хотелось бы поговорить об этом, насколько получится у меня об этом поразмышлять. Я хотел бы просто одну мысль донести. Те примеры, которые я буду приводить, помните правильно, это несовершенные примеры, они не могут охватить огромную тему закона и благодати. Но я хотел бы показать то, что действительно, живя, мы живя христианской жизнью, начиная с благодати, понимая о том, что Господь сделал в нашей жизни, и что мы оправданы не по делам закона, а по благодати, оправданы кровью Иисуса Христа. Мы со временем начинаем замечать, что кто-то... Ага, люди в церкви так не поступают, значит, я тоже не буду так поступать. Мы начинаем стараться делать оболочку. Мы создаем видимость нашей христианской жизни, и в церкви мы действительно верующие люди. В церкви с нами общаться, мы улыбаемся, мы такие приветливые, мы не говорим ничего плохого, мы друзья такие, знаете. И, возможно, в другом обществе, где знают, что мы верующие, мы тоже так себя ведем. Но когда мы попадаем вот в эту среду, как говорится, свободы от вот этих вот контролей, в нас вылазит то, кем мы есть на самом деле. Вот этот Тим, да, его поездка на учебу, она не повлияла на его жизнь, то есть это не поездка, и изменила его так. Он на самом деле не имел этого, Он на самом деле не был таким, каким казался на самом деле. И эта поездка на учебу просто выявила и показала, кто Он есть на самом деле. И знаете, мы действительно, закон, о котором мы слышали, о котором мы знаем, вот эти заповеди, вот эти правила, постановления церковные, они на самом деле хорошие и добрые. Но нужно правильно их применять. Давайте прочтем несколько мест, ну вернее даже два места, записанные в Римлянам. Римлянам 3 глава, с 19 по 25 стих. Будем читать. Римлянам 3 глава, с 19 стиха. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим подзаконам. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновным перед Богом. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. Ибо с законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Мы видим, что закон был дан для того, чтобы показать несовершенство человека. Чтобы показать грех. Чтобы люди поняли, что они не способны. Мы читаем, что закон требует совершения всего закона, и человек приходит к тому, что это невозможно ему. Ему тяжело так жить. И он нуждается в Спасителе. И давайте еще одно место прочитаем. Галатам 5 глава. Галатам 5 глава. 6 стих прочитаем. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. И с 13 по 18 стих прочитаем этой же главы, где написано, свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается. люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плот желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы делать. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. К свободе призваны вы. И наши отношения с Богом, Господь говорит, я хочу других отношений. Я хочу, чтобы вы не делали из себя вид, не создавали вот этот красивый фасад. Я хочу, чтобы у вас внутри это желание жить благочестиво исходило из сердца. И это невозможно без духа. Говорит, что плоды духа, они невозможны без святого духа. Он их производит. И на самом деле мы читаем о законе, и я не хочу сказать о том, что закон, он не нужен, или он несправедлив, или он какой-то бесполезный для нас. Закон, он тогда полезен, как в Тимофее написано чуть-чуть в другом контексте, что закон справедлив, если кто, подождите, Тимофея 1.8. Закон добр, да? Закон добр, если вы, а мы знаем, что закон добр, если кто с законом употребляет его. Спасибо, Богдан. Быстрый ты, молодец. Смотрите, закон добр, если правильно его используете. Как молоток. Молоток, с помощью него можно построить дом. Это хороший инструмент, да? Но также молоток может быть орудием убийства. Правда же? И так же и закон. Закон на самом деле добр и благ, и свят. И об этом говорит Писание, что закон свят. Но если мы используем закон как зеркало, в котором мы видим, насколько я грешен, насколько я не способен жить праведной жизнью, и мне необходимо что-то, необходим кто-то, кто смог бы мне помочь. И Господь показывает нам выход и говорит, я хочу, чтобы вы жили по духу. Если мы смотрим на закон как в зеркало, которое нам показывает наше несовершенство и показывает необходимость во Спасителе, то он благ, и мы правильно его используем. Но закон может быть разрушительным для нас, когда мы пытаемся по закону поступать, когда мы пытаемся по закону себя держать в этих рамках изо всех сил, не имея любви, надежды и веры. И знаете, порой люди неправильно понимают свободу. То есть мы когда-то могли слышать, что мы теперь не под законом, мы теперь под благодатью, и наша жизнь, она по-другому должна проходить, и есть такие крайности, мы, вау, все, мы живем как хотим. У нас теперь полная свобода. И знаете, это напоминает мне, знаете, как подобно двум собакам. У кого-то есть собака вообще дома? Вот у меня есть, да? Ее зовут Кипиш, смешное название, но он действительно такой, как его и называли. И знаете, он на цепи сидит, и он во дворе живет, это городская собака, она живет во дворе, он сидит на цепи, и чуть появится какая-то возможность, он увидит какую-то щелку в калитке, и вдруг отцепилась цепь, знаете, где он будет? Он как побежит, и бесполезно за ним гнаться. Я выбегаю на улицу, кричу, кипиш, кипиш, люди думают, что за кипиш, вообще. Но он не слушает меня, он бежит дальше, и ему абсолютно все равно, что я его зову. Но знаете, он любит меня. Он убегает от меня не потому, что он ненавидит меня как хозяина, он любит меня. Я это вижу, я это знаю, он всегда ластится ко мне, он знает, что я его кормлю, я его отпускаю и прочее. То есть он знает, но он убегает от чего? Он убегает от забора и от цепи. Так же и в нашей жизни человек, который пытается на основании закона строить из себя фасад, показать, что я верующий, я христианин, смотрите, когда есть вот этот контроль, человек может жить в рабстве. Если держать его строго под контролем, как мы детей держим под контролем, как мы порой братья и сестры иногда, понимая влияние других братьев, они стараются изо всех сил жить правильно, стараются вести себя хорошо, они как на цепи, знаете, на цепи закона. Но чуть появится возможность, когда ослабела эта цепь, когда не видят братья, когда не видят семья, сразу в эту щель. И получается такая жизнь, знаете, вот я вроде бы понимаю, что эти рамки они хорошие. Вот этот вот пес мой, он там набегается, наестся всякой гадости, там, не знаю, собаки его подерут, чужие, а они его там дерут, потому что он такой задиристый. И он возвращается, он приходит, и знаете, что он делает? Он сидит возле будки и ждет, когда его пристегнул. Он реально так делает? И я так удивляюсь, думаю, слушай, вот молодец, ждет. Но полчаса назад я гонялся за ним по всему району, он меня не слушал. Но он уже хлебнул там, вернулся и понял, нет, я лучше на цепи буду. Я лучше буду за забором здесь сидеть, зато у меня тут мир и покой. Но, знаете, Господь не хочет таких отношений с нами. Он не садит нас на цепи и не прячет нас за забор. Хотя закон, он нам показывает как раз таки то, что, друзья, вы не можете, вы при возможности сразу побежите, вы при возможности сразу будете грешить. Вас не получится соблюдать, вам не получится это делать. И есть другая собака, например, деревенская, которая, знаете, в деревнях как, там нет заборов, там пастбища километровые, там лес где-то в краю, там река, у нее огромное количество свободы, километры просто. Километры свободы, она может бегать, где хочет, что хочет делать, но где эта собака? Знаете, где? как вы думаете? Она, да, она здесь рядом, возле крыльца, она возле двери, сидит парадной и ждет, когда хозяин выйдет и поиграется с ней, покормит ее, возьмет ее на прогулку или на охоту, у нее полно свободы, она может делать, что хочет, но она любит своего хозяина. И знаете, на самом деле я бы хотел как раз таки наше внимание обратить на то, что Господь, Он не просто свои жертвы на кресте освободил нас от этих вот цепей и заборов закона. Он заместил, Он заменил этот закон своей жизнью в нас. Он хочет, чтобы мы действительно не строили из себя, чтобы мы не старались быть похожим на верующих людей, чтобы мы не производили из себя христианина. Он хочет, чтобы мы действительно использовали использовали эту свободу, как вот эта деревенская собака, она имеет не свободу от рабства, не свободу от оков, она имеет свободу выбора быть со своим хозяином рядом. она его любит, она знает, что все блага от него, она знает, что ему не нравится, а что нравится, и поэтому не делает то, что ему не нравится. Знаете, ну может быть я идеализирую конечно собаку, но это просто пример, поймите, я хочу сказать о том, что Господь, Он своей жертвой, своей смертью перевел нас на другой совершенно уровень отношений. Он дал нам жизнь свою для того, чтобы мы жили Им, чтобы мы имели вот эти тесные близкие отношения с Ним, чтобы мы совершенствовались в этом, чтобы мы действительно любили Его, и нам тогда не нужно, чем больше, чем больше мы познаем Бога, чем больше мы с Ним пребываем в общении, тем меньше мы думаем о законе, чем больше мы возрастаем в познании Бога, Господь работает с нашим разумом. Он учит и показывает, Он делает наше мышление, наши мысли способными мыслить волей Его. И нам не нужно уже пристегивать на цепь. И даже если мы ошибаемся, и даже если мы согрешили, Господь не садит нас на цепь. и не тычет в закон. Он обличает, Он размышляет с нами, Он показывает и говорит, я все равно тебя люблю, и я хочу, чтобы все, что в твоей жизни происходит, исходилось с твоего сердца. Не делай красивый фасад, не пытайся показаться христианином на людях, но живи мной, общайся со мной, тем более я все дал для этого. Дух Святой для этого в нас и живет, и производит плод. Это не наши потуги, это не наше дело, это благодать Господа работает в нашей жизни. И я хотел бы, чтобы мы это не забывали и действительно так жили. и действительно понимали, что Господь дал нам свободу выбора. Ведь мы действительно можем делать все, у нас километры свободы в наших действиях. Но Господь хочет, чтобы мы жили по Его воле не потому, что мы знаем закон и знаем, что так и так и так нельзя, а потому, что мы знаем Бога, знаем Его характер, знаем Его личность и знаем, что вот этого Он не приемлет, вот это Он повелевал, вот это Он хочет. И знаете, открывает нам, и Он будет открывать нам всю жизнь свою волю в нашем общении с Ним. Я бы хотел, чтобы у нас были такие тесные отношения. Слава Богу, что я не переворачивал последние страницы, потому, наверное, это было бы еще дольше. Вот. Я думаю, что Господь сказал то, что Он хотел сказать через меня, через мою не очень хорошую способность наносить мысли, но Господь велик, и я бы хотел бы, чтобы мы действительно не пытались строить из себя христиан, не старались показаться, но жили им. У нас все для этого есть. Давайте помолимся в завершение служения нашего. Бликий Господь, Твоя благодать, она прекрасна. Твоя благодать, это то, Господи, что мы не заслуживаем, Господь. Ты на самом деле премудрый и великий, и Ты, Господь, сделал все, чтобы мы имели общение с Тобой, чтобы мы могли возрастать в этой благодати посредством изучения слова, посредством молитвы, посредством общения с Тобой, Господи. Помоги нам действительно, Господи, узнавать Тебя лучше. Помоги нам, Господь, любить Тебя и на основании любви к Тебе, Господи, жить в этой жизни, чтобы мы не просто делали так, как мы знаем, что так правильно, а чтобы мы отвечали себе на вопрос, а почему я так делаю? Потому что я так научен, или потому что действительно я люблю Тебя и знаю, что Ты хочешь от меня этого. Просим Тебя об этих качественных, об этих зрелых, об этих прекрасных отношениях, Господи. И Ты дал нам все необходимое для этого, Господь. Слава Тебе и благодарность. Благослови каждого из нас. Благослови, Господи, следовать за Тобой всегда, уповать на Тебя всегда. И даже если мы делаем ошибки, прибегать к Тебе, Господи, за Твоим советом, за Твоими обличениями, Господи, за Твоими наставлениями, понимая и зная, что Ты любишь нас, и Твоя любовь, она неизменна, и ничто не может на нее повлиять, Господь. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты такой прекрасный Бог и великий. Благослови нас, пожалуйста, в уповании на Тебя, в хождении перед Тобой. Аминь. С миром будем приветствоваться.